Субтитры делал DimaTorzok Андрей Кузнецов, профессионал, чемпион. Здравствуйте. И Данил Лавров, профессионал, чемпион тоже, но чуть более ценный, потому что у вас золотая медаль, а у вас серебряная. И то, и то почетно, но давайте на правах чемпиона абсолютного в этой студии с вами поговорим. Зачем участвовать в каких-то соревнованиях, если рынок труда прекрасно оценивает профессионалов? Хорошая зарплата, значит победил. Ну, я участвую в соревнованиях для себя. Мне это интересно, мне интереснее быть лучше остальных, и мне интересно развиваться в профессиональном плане именно на решение нестандартных задач. В чем вы лучше остальных еще объясните, что за нестандартные задачи, в чем вы победили? Сетевое и системное администрирование. Как было у нас на телеке на компетенции, без сетевого администратора у вас не работает ничего. Так вот, я лучший в России сетевой и системный администратор. Задачи там самые нестандартные, от настройки IP-адреса на компьютере до настройки каких-то очень сложных виртуальных частных сетей с каким-то крутым шифрованием. Вы быстрее всех это смогли сделать или была наиболее сложная задача? WorldSkills – это соревнование не на то, кто быстрее сделает или кто лучше, а на то, кто допустит меньше ошибок. И я допустил меньше всех ошибок. У меня большинство технологий завелось. Те технологии, которые не завелись у других, завелись у меня. И так я занял свое первое место. Отлично. Андрей, за что ваше серебро? Что за достижения? У нас, в принципе, проходят соревнования в том же ключе. У нас всего три модуля есть. Это модуль разработки электронных устройств, модуль ремонта электронных устройств и модуль встраиваемого программного обеспечения. То есть это надо написать программу для какого-либо устройства. То есть это будет выглядеть как какое-то меню, пользовательские интерфейсы и вообще программа, обеспечивающая работоспособность этого устройства. Про связь с жизнью все-таки очень любопытно. За связь с жизнью? Ну, для себя. Хорошо. Для себя, во-первых. Но вообще участники соревнований ценятся в дальнейшем. Потому что берут такие концерны, как «Красатом», например, себе на работу приглашают, чтобы участвовать в дальнейшем в таких соревнованиях, как WorldSkills High Tech. Потому что если участник прошел через соревнования, он уже узнает, что там происходит. И такого участника легче подготовить к High Tech, чем рабочего, который там давно работает, но никогда не участвовал в этих соревнованиях. Смотрите, вот это соревнование профессиональное, оно с середины века существует. И тогда хотели поднять рабочую специальность. Да у вас отличные специальности. Вам какой престиж профессии нужен? Зачем его нужно доказывать, если всем очевидно? Ну вот, бери и все. Ну, к сожалению, очевидно, не всем изначально. Потому что, ну, допустим, мы вышли из колледжа, и никто не знает, что мы умеем. Никто не знает совершенно. И, как бы, берут на работу, конечно, да, на низкую зарплату, пытаются что-то смотреть. Но, допустим, в плане на предприятии, там круг специальности уже узкий, круг работ. Здесь круг обширный. То есть на предприятии тебя видят только в какой-то одной узкой области. То есть, допустим, я устраиваюсь на предприятии регулировщиком. Меня видят, говорят, что да, допустим, я хорошо умею регулировать аппаратуру. Но они тем самым не узнают, что я хороший ремонтник, например, или хороший разработчик аппаратуры. Андрей все абсолютно правильно сказал. Эти соревнования – это наш так называемый скилл-паспорт. Я иду, например, на работу в DevOps. И могу одновременно админить какие-то Windows-сервера, Linux-машины. Могу циски понастраивать, активное сетевое оборудование, кабелечек там обжать, протянуть. А без скилл-паспорта никто не знает, что я так умею. – Отлично. Вы сказали про «Росатом». Поскольку соревнования международные в будущем году в Казани будут прям международные соревнования приедут на WorldSkills, не российское первенство. А международная корпорация какая-нибудь может позвать к себе и сказать, ой, отлично, справляетесь, пожалуйста, к нам в Южную Корею на завод? – Вполне возможно такой исход. Это не исключается. Если там очень хорошие результаты по итогам соревнований, это на уровне с их участниками, даже выше их участников, вполне возможно. – Очень многие мировые корпорации сейчас заключают сотрудничество с WorldSkills, ну, с самим Союзом. Например, в Сахалине, пока мы там соревновались, заключили контракт Samsung и Союз. Теперь у нас будет Samsung Skills, это будет что-то, не знаю, очень интересное. Также есть и другие компании, но они менее известны и ничего такого назвать не могу. – Ну, смотрите, новая экономика предполагает, что люди, которые чего-то придумывают, они зарабатывают больше всего, не знаю, в любой IT-компании разработчики – это белая кость. Вот тот, кто программу пишет. А тот, кто может кобелечек обжать, очень ласково вы сказали, извините, повторю, это уже все равно. Люди не то что второго сорта, но не элита, мягко говоря. – Какой смысл соревноваться в том, чтобы делать чего-то руками, когда можно головой? Это немножко не заниженная цель? – Отличный вопрос. Чем больше я сейчас смогу сделать руками, тем больше я смогу придумать нестандартных решений в будущем. То есть задания там не такие, как на производстве. То, что мы делаем в рамках WorldSkills, нам никогда не придется делать в продакшене. Никогда не придется поднимать за 5 часов какую-то дикую архитектуру на Windows серверах. Ну, просто не существует таких задач. Но при этом, пока я поднимаю эту самую дикую архитектуру на Windows серверах за 5 часов, я придумываю интересные обходные пути и нестандартные решения для того, чтобы свою задачу осуществить. И все эти обходные пути и решения, а также навык их придумывать, очень пригодится в жизни. То есть вот вы спросили, нужны люди, которые умеют разрабатывать. Я разрабатываю решения. А также сейчас идет к тому, что на предприятиях хотят видеть универсальных специалистов. То есть вот даже взять элементарный пример с кабельными сетями. То есть пришел изначально монтажник, все эти сети смонтировал, а потом дальнейшее обслуживание монтажника держать невыгодно. Разработчик есть, который занимается настройкой этой аппаратуры, поддержанием ее работоспособности. И он должен уметь там обжать этот простейший кабель, чтобы не искать, не вызывать монтажника на это дело. То есть один специалист и широкого профиля. Много умеешь, скорее всего, не уволят, перекинут на другие задачи, на другой проект внутри этой же структуры. Смотрите, просто когда проводят такие, в России обожают соревнования вот эти, и когда вообще придумали, кажется, в Испании в середине 20 века WorldSkills, хотелось поднять профессию рабочего человека, такого квалифицированного специалиста, синие воротнички, то, что называется, хорошо зарабатывающие, но рабочие люди. И у нас в России страшно любят этот подход. Говорят, надо людей научить, но хорошо научат, а они потом оказываются на нашем рынке труда, где платят мало, где не очень нужны эти квалификации. Вы не чувствуете, что вы несколько с запасом, что ли, себя развиваете, а предложат вам все равно в офисе сеть локальную настраивать и с админом быть? В Сахалине нам предлагали поработать на интересном предприятии за 120 тысяч в месяц. По-моему, это предел мечтаний русского человека. Ну а так, специалисты такого уровня ценятся за границей, и поэтому ничего не мешает уехать за границу и жить себе там. Админы сейчас нужны везде, уверен, электронщики тоже. Научили, а спрос есть, нет? Вот вы чувствуете, что… Спрос, ну прям вот, чтобы нужны были все навыки специалистов, конечно, такого спроса я еще не заметил. Ну там, допустим, на 2-3 вполне возможно. То есть, вот, допустим, нужен разработчик, сейчас вот разработчик электроника, он должен уметь разрабатывать и схемотехнику, то есть аппаратное содержание самого устройства, то есть вот схему, все эти связи между компонентами, чтобы это все правильно работало. И также должен уметь написать программу для этого устройства, потому что устройства чисто на компонентах, которые однотипные, выполняют одну какую-то жесткую функцию, сейчас практически нет. Практически во всех устройствах сейчас стоит микроконтроллер, который выполняет уже весь алгоритм работы в этом устройстве. К нему лишь идет уже обвязка в виде каких-то жестко назначенных по функциям компонентов, и которые надо по правильной схеме обязательно все смонтировать, спроектировать, чтобы она работала без ошибок, без каких-то сбоев. Речь о работе все-таки в России или за границей? В России. Слушайте, есть очень печальная статистика, что роботов в российской промышленности меньше, чем даже в Испании, в несколько раз. Про Южную Корею не говорим. Китай нас обгоняет, все развитые страны, Россия развита. Про роботов я не спорю, но вот эти устройства, контроллеры, это взять вот та же видеокамера, компьютерная мышь, мобильный телефон или еще что-то. В любом из этих устройств есть микроконтроллер. Элементарно, даже микроволновка на кухне. И то в ней есть этот микроконтроллер и аппаратная часть какая-то обвязка этого микроконтроллера, который выполняет определенный функционал, чтобы микроконтроллер связывался с внешним миром, с внешними устройствами. Отлично. В России-то где работать? Ну, потому что у нас микроволновки делают, но в крайне небольших количествах. В России? В оборонке? Ну, можно в оборонке, но есть частные фирмы, предприятия, которые занимаются, например, промышленной автоматикой. Промышленная автоматика, взять любой промышленный контроллер, это внутри тоже микроконтроллер со своим программным обеспечением, плюс дополнительная обвязка для работы с внешним миром. Отлично. Да, вы, если не за границей, то где работать, предполагаете? Если не за границей, то в Росатоме. Тут все довольно просто. Росатому нужны молодые специалисты, Росатом готов за это платить, Росатом готов давать интересные задачи, которые действительно будет интересно решать, а не просто сидеть там в офисе, тыкать в монитор, что-то делать непонятное. Ну, тут уж как жизнь сложится, посмотрим, что будет дальше. Два раза Росатом звучало в этом эфире, мы с ними не договаривались. Ну, просто чувствуется технология в России, которая востребована в мире, которая экспортируется. Одна из немногих в нашей стране, где у нас есть какие-то сильные позиции. Отлично, хорошо. Вас, наверное, родители спрашивают, и вообще все знакомые, в жизни-то как пригождается? В жизни ваши навыки как пригождается? В общем-то, я дома постоянно занимаюсь ремонтом какой-то аппаратуры. Бытовая аппаратура, автомобильная аппаратура. Бывают со строительной техники какие-то электронику приносят, электронные модули, которые выгоднее отремонтировать, но найти специалиста даже, который готов взяться за ремонт этого модуля, довольно большая проблема. Что, например, вот конкретно, какие бытовые или там строительные приборы? Ну вот конкретно мне привозили этот модуль, головной модуль, это экскаватор от корейского. И, в общем-то, он был за неделю успешно восстановлен, с учетом ожидания доставки деталей под заказ. Низкая квалификация у большинства наших соотечественников, или они просто ленятся? Не то, что ленятся. Тут проблема в том, что на эти модули невозможно найти какую-то схемотехнику, чтобы, по сути, практически это ремонт вслепую. Есть железо, но нет на него никакой документации, ни сборочной, ни сопроводительной, ничего. Там никаких нет маркировок практически. То есть чисто детали, на них маркировка все. То есть это надо по самому устройству, без принципиальной схемы, разобраться, что там, куда, что могло сломаться. Ну, как бы, исходя из того, известна причина, допустим, после чего она вышла из строя, какие-то моменты, там что-то на приборах произошло, или внешние какие-то воздействия были. И, исходя из этого, надо проанализировать и уже в нужных участках этого блока смотреть, искать проблему. Слушайте, ну это же не совсем правильно. И я вас когда про бытовое спрашивал, вы все равно про профессиональную задачу сказали. Погодите, даже Советский Союз как-то дошел до того, что не надо в месте эксплуатации оборудования его ремонтировать. Снимали узлами и отправляли. По всей стране была куча авторемонтных, например, заводов, которые на этом специализировались. Любая современная техника, ну, например, автомобиль, если у вас что-то сломалось, вам снимут, поставят новый, а этот отправят или в переработку, или его починят где-нибудь. Да, но вот здесь вот. То есть современный мир, у нас нет проблемы вещей, мы перепроизводим их. В плане спецтехники этот модуль новый стоит очень больших денег. Там сумма что-то в районе 500 тысяч рублей. В случае с гарантией, наверное, все-таки логичнее отправлять? Нет, гарантия уже не гарантийный, уже срок был. И, в принципе, сам случай даже, по какой причине он сгорел, был не гарантийным. Это было нарушение эксплуатации неквалифицированными специалистами. Потребность в ремонте все равно существует, и это ниша для людей, которые в нашей стране... Это довольно большая ниша, на самом деле. Потому что вот по спецаппаратуре, и у нас нет технической поддержки этой техники. Нет представительства в России, скорее всего. И даже если они есть, единственное, что они предлагают, это привезти, купить у них этот модуль. Они через свое представительство его привезут. То есть нам не надо заморачиваться писать именно в Корею представительство, а через наше, допустим, представительство в России. Но у них только вариант заменить этот модуль. Ремонтом они не занимаются. Данил, про быт и про профессиональные задачи. Как сетевое и системное администрирование мне пригодилось в жизни. Так. А вариантов масса. С девушкой познакомились. С девушкой познакомились. Не виндуз. Да. Так и было. Одна из историй. Но есть более интересные варианты. Например, 90% людей, когда у них нет интернета, позвонят своему провайдеру, даже не попробовав перезагрузить модем. Так вот, админ – это один из тех людей, кто сначала попробует перезагрузить роутер, который у него стоит. А если перезагрузка не помогла, он не будет звонить провайдеру. Он пойдет, посмотрит подъезд на обрыв кабеля, до конца подъездного щитка, залезет в настройки роутера, расковыряет его прошивку. В общем, сделает все, что от него зависит, только чтобы не звонить своему провайдеру. Или вот купил я себе, например, умный телевизор домой. Мне нужно как-то подключить его к интернету. С Wi-Fi вариант отпадает, ну, потому что я так не хочу. Мне вот провода больше нравятся. Беру и тяну провод, никаких проблем. Обжимка, кабель, все это есть дома. А если нет обжимки и кабеля, то можно пойти купить коннектор и обжать его отверткой. Профессиональные навыки в быту. Ну, сколько ваших знакомых говорят, ты же программист, приди мне, почини? Почти все. Каждую неделю кто-то просит? Ну, не то чтобы каждую неделю, но случаи довольно распространенные. Отлично. Как люди квалифицированные, можете сказать, все-таки дело в кадрах в нашей стране или в системе устройства экономики, где, ну, например, ты не можешь легко организовать собственный бизнес? У нас, скорее всего, проблема в экономике все-таки. У нас кадры найти не такая большая проблема. Вы про свой бизнес думали? Да, несомненно. Ну, расскажите секрет, мы никому не расскажем. Ну, вот в планах открыть либо ремонтную мастерскую и с возможностью взять задачи на разработку какой-то аппаратуры, заказы. И также есть еще тоже вариант, и меня интересует промышленная автоматика, помимо электроники, потому что она очень близко связана. И взять и поставить несколько для ЧПУ станков и работать с ними. То есть это небольшое автоматизированное производство. А ЧПУ станки, в частности, допустим, фрезер – это универсальный станок, на котором можно решить много задач. Это и производство корпусов, и рекламная продукция какая-то. И вот, в частности, в моем городе это не сильно развито. Я вот сам с пригорода здесь. Данил, есть у вас планы? Планы есть и планы наполеоновские. О, ура. Какие? Ну, начну немножечко издалека. До того момента, как я поступил в радиокольдж, в котором сейчас учусь, у меня не было никаких вообще планов на жизнь. И поступил я так-то не на админа, а на безопасника. И все еще учусь я на безопасника. Поступил, ну, потому что раньше увлекался безопасностью, взламывал там соседский Wi-Fi. Было-было, по-моему, было у всех. Радиоколледж изменил мое представление об этом мире в целом. Я начал смотреть абсолютно другим взглядом и понял, что не нужны те люди, которые будут что-то делать. Нужны те люди, которые будут создавать. В радиокольже до меня эту мысль донесли, я понял, что я буду тем человеком, который будет создавать, а не просто на кого-то работать. Если у меня есть возможность разработать нестандартное решение или предложить что-то свое, я обязательно так сделаю. Ну, а в целом хочу собственную компанию по информационной безопасности наподобие «Позитив Технологис». Отлично. Спасибо большое. Очень вдохновляющие Андрей Кузнецов и Данил Лавров победители профессионального конкурса. Ну и, кроме того, люди, которые объяснили, что квалифицированный работник 120 тысяч может плевко начать зарабатывать в России. Не уходите далеко, мы с гордостью, тоже большим профессионалом нашего города поговорим с кинорежиссером Алексеем Федорченко через несколько минут. Продолжение следует...